Встреча с Евгением Шевченко 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 в этой войне, который возникает как раз в контексте теории глобального проектирования силы. Мы уже с вами частично эту тему затрагивали, как происходит глобальное проектирование силы на войне. То есть это как своеобразный индекс войны или показатель, можно назвать инфляция войны, в который такой агрегированный комплексный показатель, куда входят и финансовые ресурсы, запасы материально-технических средств, боеприпасы, но самое главное, как минимум 50% этого индекса занимает демографический или мобилизационный потенциал. Потому что даже если есть деньги, если есть техника, есть боеприпасы, есть запасы стратегических материалов и запасы стратегических средств, но тем не менее, если нет человеческого ресурса, если нет мобилизационного потенциала, все это, скажем так, овеществляется и превращается в мертвый военный капитал. В этом плане, конечно, на Западе прекрасно понимают, что воевать с Россией вдолгую очень опасно. То есть Россия это всегда была страна такой своеобразной длинной воли, скажем так. Или недаром пословица «русские долго запрягают, но быстро едут». То есть действительно Россия вступила в эту войну, скажем так, в рамках ошибочной стратагемы, ошибочной стратегии. То есть это близкрих, быстрый захват с недостатком сил, которые были брошены на эти цели. И поэтому с этим были связаны трудности, которые у России возникли. Но есть страны-спринтеры, а есть страны-стайеры. То есть это как бег на 100-метровку и марафонский бег. В России лучше получается? В России лучше получается марафонский бег. Поэтому это все равно, что бегуна, который бежит в марафонскую дистанцию, заставить состязаться на 100-метровке со спринтером. У него ничего не получится. Но это все равно, и ничего не получится, если заставить спринтера состязаться с марафонцем на дистанции в 40 километров. Поэтому, кстати, можно это посмотреть по динамике мобилизационного потенциала и формирования военных сил. Если вспомним Россию в первые месяцы войны, это определенная растерянность, где брать людей, где брать материально-технические ресурсы. Именно с этим связано было и первая, и единственная попытка Путина провести частичную мобилизацию. То есть осень 1922 года, 300 тысяч человек, которые призвали. То есть, в принципе, это была первая и последняя попытка такой, скажем так, можно сказать, обязательной или принудительной частичной мобилизации. После этого Россия, мы видим, вошла в определенную марафонскую дистанцию войны. То есть они создали механизмы постоянного пополнения контрактниками личного состава. И сейчас формируют уже и своеобразный формат мобилизационной экономики, которая работает на войну. Украина в этом плане, она больше, конечно, была похожа на спринтера. Я хочу так добавить, что в России большая стратегическая глубина. Да, так вот большая стратегическая глубина формирует длинную волю. Территория, да. Она формирует длинную волю. Украина в этом плане, это больше похоже на страну спринтера. То есть мы всегда очень хорошо показываем хорошие результаты на короткой дистанции. То есть у нас очень быстрый взрыв энергии, такой как протуберанец солнца, выброс энергии. То есть мы помним первые месяцы войны, огромное количество добровольцев, то есть вся страна мобилизовалась и так далее. А в то же время отсутствие вот этой стратегической глубины обороны, оно обуславливает то, что у нас возникают проблемы на длинной дистанции. И мы это видим сейчас по тем проблемам, которые, в частности, связаны с мобилизацией. Но это как бы не секретные данные. Официально называют цифры в разных областях, где 8, где 12% выполняется план. То есть нет мотивации на стоерский бег. Да, нет этих ресурсов. Во-первых, нет ресурсов. И, соответственно, отсутствие ресурсов, оно порождает определенную общественную фрустрацию. То есть когда общество видит, что недостаток ресурсов для длительного забега и нет этой стратегической глубины обороны, естественно, общество погружается в такую депрессию и своеобразную фрустрацию. То, что делает Россия, в принципе, сейчас она концентрирует ресурс на достижении своей стратегической цели. То есть она формирует эту длинную волю войны. Мы с вами вот это затрагивали уже, книгу Александра Свечина «Стратегия». Я считаю, что это сейчас настольная книга российского генштаба, потому что они фактически действуют четко по его стратегическим и оперативным конструкциям. Это война на измор и перманентная мобилизация. Вот то, что сейчас проводит Россия, это перманентная мобилизация. И здесь как раз лежит ключевая ошибка многих наших политиков, экспертов, аналитиков, которые все время говорят о том, что Путин вот-вот проведет всеобщую мобилизацию в России. Вот сейчас слышны такие утверждения, что будут выборы в России, Путин переизберется на посту президента и сразу же, чуть ли не через месяц, через два месяца после выборов объявит всеобщую мобилизацию в России. На мой взгляд, это абсолютно нереально, потому что такой шаг Путина привел бы только к тотальной катастрофе, экономической и военной. Перенапряжение. Это было бы перенапряжение, а эти огромное количество людей невозможно было бы обеспечить материально-техническими средствами и военными средствами, заплатить им нормальную зарплату. То есть это просто рухнула бы сначала экономика, потом бы произошел социальный взрыв, а потом бы еще и проблемы начались на фронте. Поэтому что делает Россия? По моим таким, то, что я беру из открытых источников, это чисто моя аналитика, мои личные оценки, примерно 100 тысяч человек Россия в год теряет из состава вооруженных сил по различным причинам. То есть это и погибшие, и раненые, и пропавшие без вести, пленные, дезертиры, то есть по всем показателям. И примерно 240 тысяч Россия увеличивает штат своей армии за счет контрактников, то есть где-то по 20 тысяч человек в месяц. И, кстати говоря, получается, что разница между этими двумя показателями – это 140 тысяч человек. Это как бы были мои оценки. На днях Путин подписал указ о увеличении численности армии на 170 тысяч человек. Это как раз, когда я узнал об этой новости, я сразу понял, что эта цифра подтвердила мои аналитические расчеты. То есть я считал, что 140 тысяч плюс в год идет человек, а Путин увеличил на 170 тысяч. То есть получается, что увеличение – это как раз и есть тот профит такой своеобразный, который образовывается в армии. Потому что у нас, опять же, многие аналитики начали абсолютно неверно это интерпретировать. Они говорят, что это для того, чтобы возместить потери, которые российская армия понесла в Украине. Но для того, чтобы возмещать потери, не нужно увеличивать штатную численность. Потери просто замещаются новыми солдатами. То есть штат не расширяется. А здесь мы видим расширение. Это уже посчитанное, кстати. Это значит с учетом дислокации, вооружений. Это значит выбывшее. Можно подумать, а что 170 тысяч? Давайте 300 тысяч. Нет, мне кажется, что это вообще по факту было сделано. То есть это по факту реального увеличения. То есть это как бы просто уже облекли в штаты то, что есть. То есть это выбывшее плюс поступившее. То есть получается 170 тысяч. Таким образом, что происходит? Россия будет каждый год примерно от 150 до 200 тысяч добавлять в армию дополнительного состава. Это и есть та самая перманентная мобилизация по свечину. Потому что если ты каждый год добавляешь по 150 или по 200 тысяч, ты можешь постепенно, планомерно наращивать потенциал военной экономики. То есть ты можешь производить для этих солдат дополнительных обмундирования, боеприпасы, оружие. То есть тебе не нужно думать… Военная кинстианса. Да, это своеобразная военная кинстианса. То есть тебе не нужно, если, допустим, Путин провел бы всеобщую мобилизацию, например, поставил под ружье 2 миллиона человек. Где брать оружие, где брать боеприпасы? То есть это перенапряжение. Нет потенциала. А наращивать по 150-200 тысяч человек в год – это абсолютно реально. Это и есть перманентная мобилизация. Что мы видим? Получается, в течение 5 лет Россия фактически на 1 миллион человек может таким образом увеличить свою армию. То есть сейчас у них там больше миллиона. То есть фактически это будет больше 2 миллионов человек. Мы уже им не только на украинский фронт. Нет, это все. Это мы имеем все. Но это будет больше 2 миллионов. Делается это для того, чтобы достичь точки, в которой формируется критическая масса численного превосходства. То есть когда численное превосходство становится настолько уже подавляющим, что идет кардинальный стратегический слом войны. То есть это точка бифуркассы войны или точка фазового перехода войны. Наступательная тогда. Наступательная. Полноценная наступательная операция. Хотя бы надо иметь численный перевес в 3 раза больше. Да. Как минимум. То есть мне кажется, что все это делается именно для того, чтобы обеспечить такой численный перевес. Потому что, опять же, мы относительно, скажем так, нашей армии цифр открытых нет. Это понятно. Но я думаю, что нам будет очень сложно достичь вот этого паритета в увеличении численности армии. То есть мы не сможем по 150-200 тысяч человек увеличивать свою армию каждый год. Я боюсь, что у нас вообще может в какой-то момент пойти обратная тенденция. Потому что мобилизационный потенциал, он может быть, ну мы уже, кстати, это обсуждали, что он уже на грани исчерпания практически. То есть у нас общий мобилизационный потенциал – это 1,8 миллиона человек. Соответственно, уже миллион мобилизован, 500 тысяч в различных силовых структурах и бюджетных организациях, государственных компаниях. Тогда остается там от 300 до 500 тысяч еще мобилизационного потенциала, который можно теоретически, как бы. А потом уже все, точка, то есть мобилизационный потенциал ущерпывается, и тогда уже как бы то, что мы обсуждали, режим фолькштурма своеобразного. Тогда нужна новая концепция войны. Либо переговоры, либо новая концепция войны. Мне кажется, что я все время в своих статьях задал вопрос. Вот у нас, допустим, кто-то считает, вот это глобальное проектирование СИО, вот те два графика, о которых я говорил, две кривых. Где одна кривая – это наш потенциал, который состоит из точек, которые выстраиваются, исходя из наличия всех компонентов военного потенциала на ту или иную дату. То есть это оружие, боеприпасы, материально-технические средства, стратегические материалы и главный мобилизационный потенциал, который составляет 50% от этого индекса войны. И вот мы выстраиваем из этих точек эту кривую, и выстраиваем точно такую же кривую для нашего противника, и смотрим, где эти кривые пересекаются. Если наша кривая оказалась ниже кривой противника, это значит, произошла точка бифуркации войны или фазовый переход. То есть противник начал наращивать потенциал, а мы, наоборот, начали его сокращать. И вот очень важно не пропустить эту точку, потому что, как написали недавно Хаас и Купчан в своей статье, они сказали, что здесь есть определенная западня, когда та или иная сторона выигрывает, она думает, зачем мне переговоры, а когда та или иная сторона проигрывает, она думает, как я могу вести переговоры, если я проигрываю. То есть тут главное не пропустить вот эту точку бифуркации. То есть на переговоры нужно начинать немного ранее, чем будет достигнута точка стратегического перелома в войне. То есть когда вот... Мы можем начинать с прекращения огня, режим прекращения огня. Ну это уже принимает решение политики, с чего начинать, но самое главное, что вот это глобальное проектирование силы, оно должно быть. И мне кажется, что оно точно есть у наших западных партнеров. И вот эти вот статьи, которые сейчас пошли из заявления западных политиков, они связаны с тем, что западные политики видят приближение этой точки бифуркации. То есть они понимают, что Россия в какой-то момент может достичь вот этой критической массы тотального чеченого превосходства. И тогда будет стратегический перелом. И вот проблема будет заключаться в том, что если стратегический перелом произойдет, тогда России не нужно будет вступать в переговоры, потому что она почувствует, как это говорят, военный запах крови, то есть она почувствует, что можно как бы дожимать. И вот тогда будет очень опасная фаза войны. Поэтому все эти вещи нужно решать до наступления этой точки бифуркации, потому что потом уже будет просто поздно. Точка бифуркации, это же вот четыре опции остановки войны. Это заморозка и все. Скажем, никаких дипломатических, скажем так, контактов, переговоров, прекращение огня. Дальше политическое или дипломатическое урегулирование. И потом только для кого-то капитуляция. Вот точка бифуркации должна быть четко определена до того, как будет наступать опция уже капитуляции. Я сейчас не говорю, к чьям. Это капитуляция, значит, кто-то капитулирует, кто-то выигрывает здесь. Вот главное, чтобы это не проморгать. Теперь, хорошо, вот по России стратегическая глубина, мобилизационная, скажем так, частично мобилизационная. Но причем это рутинная мобилизация уже. Она не сверх, скажем так, напряжения. Нет, это перманентная мобилизация. Это чисто, это вот точно посвечено, это перманентная мобилизация. И она в какой-то мере нормализованная уже. Это новая норма. Новая норма, в которой живет государство. Причем общество затрагивается очень частично. Общество функционирует, так оно и функционировало до войны. Это как по чуть-чуть мощность двигателя увеличивать. Не сразу его увеличить, а вот по чуть-чуть, по одному делению. Постоянно добавлять одно деление мощности этого двигателя. Это очень важный момент, что общество как бы не втягивается. А в России, да, общество оно не втягивается. Да, и что Запад и нас, какая должна быть концепция войны. Ну я вот, хорошо, сейчас оборона. Дальше что? Наступление. Возможно оно, по-моему, пока в ближайшие год-два, оно невозможно по ресурсным ограничениям. Запада прежде всего. Ну или вот, например, заложный попросил 17 миллионов снарядов. Сейчас я ломаю голову, где их взять. Вообще-то это во всем мире не соберется столько снарядов. И собрать надо несколько лет. Или там 400 миллиардов долларов нужно для того, чтобы подготовить новое наступление, выйти к границам 91-го года. Почему? Потому что... А что такое 400 миллиардов? Ну это половина бюджета Пентагона, вообще-то. Мне кажется, что в этом плане нужно вспомнить Бен Ходжес, который сказал, что где ваши снаряды, которые вы могли производить с 2014 года. Да, да, да. И это упрек, скажем так, и политическим элитам, которые тогда были при власти, потому что ни снарядных заводов не было построено, ни снарядных заводов не было построено. И даже производства пороха нет в стране. По большому счету полностью зависим от внешних источников помощи. Ну может так, но все-таки расчет был на Минске, соглашение. Ну дело в том, что пороховые снарядные заводы строят даже абсолютно полополученные европейские страны, которые вообще не готовятся ни к какой войне. Но они это строят, потому что это надо производить для армии. А почему у нас это не было построено, это, конечно, вопрос. Но, опять же, возвращаясь к экономике. Я недавно тоже анализировал статистику и уже смотрел финансовую статистику российских банков. И я все время думал, если в России действительно развращиваются эти программы кредитования, о которых пишут, то почему у них постоянно наблюдается профицит ликвидности банковской системы, то есть избыток денег. И у них действительно в начале года был этот профицит избыток порядка 3,5 триллионов рублей в банковской системе. То есть это свободная ликвидность. То есть я думаю, если идет такое массовое кредитование, почему остаются свободные деньги? Может быть здесь какой-то финт статистический, который мы просто еще не знаем. И вот как раз недавно смотрел данные Центрального банка России, у них образовался дефицит ликвидности в банковской системе в размере 800 миллиардов рублей. Это значит, что деньги полностью пошли на развитие экономики и в том числе на развитие военно-промышленного комплекса. То есть это создание новых денег в экономике через кредитные инструменты. То есть они создают стоимость внутри, на базе военной экономики? Да, у них весь финансовый ресурс ушел сейчас в экономику. То есть это можно посчитать больше 4 триллионов рублей. Если с учетом банковского мультипликатора, то это до 20 триллионов рублей новых денег в экономике. И это с учетом уже акселератора роста ВВП межсекторальных перетоков, если брать модель Леонтьева, Нобелевского ряда, это получается где-то до 15% ВВП. Это, кстати, полностью приоткрывает тайну, почему, несмотря на санкции и колоссальное давление извне, российская экономика не упала на 10%, как это предсказывали, а наоборот, вот сейчас вырастет на 2,5%. Это причина как раз вот в этом, то, что направление новых денег в экономику, колоссальный кредитный рычаг, импульс. То есть это деньги банковской системы работают на цели и стратегии войны. А в Украине, я напомню, профицит избыток денег в банковской системе больше 400 миллиардов гривен, которые все направлены на депозитные сертификаты Национального банка под 20% годовых, благодаря которым банки в этом году заработают рекордную прибыль 130 миллиардов гривен, и это будет исторический рекорд. При экономике, которая… То есть у нас весь финансовый ресурс направлен в пузырь, депозитные сертификаты, фактически обычный спекулятивный заработок, обычная финансовая рента, скажем так, самая примитивная… А как же направить эти деньги на стратегическую глубину или создание… А никто в Национальном банке даже не пытается это делать. Вот в чем вопрос. Мы все время апеллируем и артикулируем наши претензии к нашим западным партнерам и практически ничего не делаем для того, чтобы свой внутренний финансовый ресурс направить на создание тех необходимых средств войны, которые как бы нужны. Ну, я вообще не представляю эту логику разговора с нашими западными партнерами. То есть мы говорим, дайте нам деньги, дайте нам снаряды, а при этом наши 400 миллиардов гривен, это больше 10 миллиардов долларов, закрыты фактически в спекулятивном инструменте Национального банка, и Национальный банк печатает через эмиссию процентные доходы для коммерческих банков. То есть фактически забирает эти деньги у государства, потому что в противном случае он должен перечислять свою прибыль государству, но печатая эти процентные доходы для коммерческих банков, он уменьшает на эту сумму свою прибыль, которую отдал бы государственный бюджет. То есть он забирает у государства эти деньги и отдает коммерческим банкам. И при этом коммерческие банки вот эту всю свою огромную ликвидность направляют в этот спекулятивный инструмент. Ну не спекулятивный, а скажем так, просто рентный инструмент. Рентный, рентный, финансовый инструмент. Не промышленный, не промышленный. Да, ну я не знаю, вот как наши западные партнеры на это могут смотреть. То есть это все равно, что к вам приходит человек и просит дать взаимные деньги, а у него самого там лежит в кубышке куча денег, которые он просто не хочет тратить. Ну может потому просим как, что эти, например, там же большая часть финансовой помощи американской идет на американский ВПК, и потом американское военное производство поставляет технику военную в Украину. То есть внутренний контур военно-промышленный, финансово-промышленный или финансово-военный комплекс, он не в Украине. И эту роль стратегического тыла, стратегической глубины выполняет, допустим, Райн Металь или там какие-нибудь корпорации военные. Ну дело в том, что смотрите, здесь в чем вот губальный парадокс, о котором у нас практически никто не говорит. Дело в том, что, ну это вот как раз с Олегом Стариковым можно было бы обсудить, Запад же не готовится к такой войне, которая идет у нас. У нас же идет война совершенно другого поколения, чем той, которая готовится Запад. Соответственно, западный ВПК, он не рассчитан на те параметры, которые нужны нам для этой войны, потому что мы ведем войну четвертого поколения. Фактически это война времен еще Второй мировой войны, то есть артиллерия, танки, окопы, позиционное противостояние, минные поля и так далее. Запад к этому формату войны не готовится. Они не будут воевать из своих солдат, посылать в окопы, сидеть в окопах годами и идти на минные поля. Нет, они будут воевать совершенно по-другому. Это пятого поколения, космические войска, ракетные войска, авиация и так далее. Поэтому, соответственно, они не видят для себя смысла сейчас давать инвестиции в раскрутку военно-промышленного комплекса войны четвертого поколения. То есть это же надо, получается, раскрутить полностью этот военно-промышленный комплекс, который им потом будет не востребован, их армией. Им не нужно потом такое количество артиллерийских снарядов, такое количество танков, артиллерии и так далее, которые они будут производить. А Россия как раз находится в парадигме вот этого войны четвертого поколения. То есть у них есть элементы пятого, там какая-то современная авиация, ракеты, но это же не массовый еще продукт. Мне кажется, что они умеют регулировать. Потому что начинали это они войны неудачно, это же так называемая СВО или кабинетная война. Для того, чтобы склонить переговоры. Но они попытались сыграть в этом. Но они умели переключить на другую войну. Но тут нужно сказать, что все-таки у них военно-промышленный комплекс на 90% он еще заточен на войну вот этого четвертого поколения. То есть на вот эти САУ, танки, снаряды и так далее. То есть на это еще. У них есть уже элементы пятого поколения, современные самолеты, ракеты, но они же в основном используют старое оружие в войне сейчас против Украины. Ну относительно старое, скажем так. И у них военно-промышленный комплекс в основном уже сформирован под этот. Поэтому в этом колоссальный дисбаланс. Поэтому Запад то, что мог в рамках своего военно-промышленного комплекса сделать, он сделал. Выход на кардинально новый уровень, это значит нужно создавать альтернативное ВПК, которое потом им не понадобится. Вот в чем проблема. Да, тем более у них другой принцип управления военной экономикой и вообще военного управления со стороны государства. Почему? Например, те же западные военные, оружейные, как говорят, бизнес. Он же бизнес, там акционеры есть. Акционерам нужна прибыль. И это надо, тоже есть определенные процедуры перехода на те или иные виды вооружения. Но они потребуют гарантии по срокам. Они скажут, если мы сейчас вложим деньги в создание нового завода по производству этих снарядов для Украины, то скажите, сколько это будет? Нам надо, чтобы это было 15 лет. Тогда мы окупимся. Тогда мы окупим капитальные инвестиции и получим прибыль. Если это будет 2-3 года, нам это неинтересно. А если вы хотите, чтобы мы это сделали на 2-3 года, значит датируйте нам тогда капитальные инвестиции, компенсируйте и так далее. А в России другой управленческий контур. В рамках государства, бюджета можно все компенсировать. А в России они могут, в принципе, директивно создать все, что угодно, по большому счету. То есть у них это происходит через решение, нужно ли это или не нужно. А на Западе происходит через дилемму, выгодно ли это или не выгодно. А это совершенно разные подходы. Выгодно, не выгодно, и нужно, и не нужно. То есть это совершенно разные уровни принятия решений. И я еще просто хотел еще пару слов сказать, что просто по поводу стереотипов, которые у нас еще присутствуют, это готовность или способность сейчас США вступить в большую войну. Имеется в виду не прямая война, а холодная война или горячий мир и так далее. И, к сожалению, для нас Америка сейчас находится в своеобразном фазовом экономическом переходе, при котором она совершенно не готова к большой войне. То есть параметрические данные американской экономики совершенно для этого сейчас не приспособлены. Почему? Потому что я проанализировал. Америка всегда входила в большие войны на минимальном уровне долговой нагрузки. То есть Первая мировая война – это примерно 10% отношения госдолга к ВВП. Вторая мировая война – они входили примерно 40% отношения госдолга к ВВП. А вышли из Второй мировой войны уже 130% госдолга к ВВП. То есть они входят на минимальной долговой нагрузке в войну, а выходят на большой долговой нагрузке. Почему? Потому что большая война требует больших денег. Сейчас наоборот. А сейчас наоборот. То есть у них порядка 130% отношения долга к ВВП. Возможности наращивать долг? Нет. Они вышли из двух колоссальных раундов количественного расширения. Первый связанный с глобальным кризисом 2008 года, второй с пандемией и коронавируса. Ну и две войны – Ирак и Афганистан. Ну самое главное – это вот именно количественное расширение, которое проводил ФРС. Это при Бернанке, это 2008 год. И вот сейчас связанный с пандемией во времена Трампа. Это там Елен и Пауэлл, которые сейчас начали программу количественного сжатия. То есть изъятие денег из обращения. Да, очень важный момент. Вы затронули инфляция. Во Вторую мировую войну Америка входила после Великой депрессии, которая отличалась с дефляцией, то есть падением цен. А сейчас Америка пытается обуздать инфляционный джинн, который выпущен из бутылки. Обуздать инфляцию – это значит сжать ликвидность. Сжать ликвидность, уменьшить деньги. Совершенно верно, потому что они будут тратить в следующем году только на выплату процентов по долгу, они будут тратить триллион долларов. Это больше, чем на оборону, больше, чем на ветеранов и уже сопоставимо с социальными затратами. А у нас просто многие не знают, но на самом деле в Америке социальный бюджет. У них 70% затрат бюджета – это социальные расходы. То есть это затраты на ветеранов, медицинскую страховку, пособия по безработице и так далее. То есть они в основном тратят деньги туда. Привлекать новые долги они сейчас не могут. Более того, они хотят, наоборот, сжать сейчас ликвидность для того, чтобы снизить процентные ставки, приступить к циклу смягчения монетарной политики. В общем, из всех этих партнеров, это можно очень долго обсуждать, но вывод простой. Америка даже может зайти в большую войну только по щиколотку, условно говоря. Параметрические данные совершенно для них сейчас не способствуют большой войне. Получается, что в нынешней эпохе непрерывных, малых, больших, сухопутных, ограниченных морских войн рыночная экономика западного типа менее приспособлена, чем китайская экономика и система управления, чем российская система управления, иранская, скажу тоже, несмотря на санкции. Турки по-своему, скажем так, в это втягиваются. Что получается, что Запад в этой новой эпохе теряет свои конкурентные преимущества. То, что всегда ему помогало быть впереди и в экономике, и в войне, ну как американцы, вот так, Первая мировая война, Вторая мировая война, потом Холодная война, теперь что, не срабатывает получается? Я думаю, что здесь вопрос в другом. Вопрос в том, что Америка сейчас находится, как и Европа, как я уже сказал, в состоянии фазового перехода, то есть перехода в новое качество. На этом этапе параметрические данные экономики, они приспособлены только для внутренних структурных преобразований. Экономика, если войдется в столкновение с какой-то внешней очень мощной силой, она просто может рассыпаться. Поэтому Путин не зря выбрал именно это время для войны, потому что он прекрасно понимал, какие проблемы сейчас после пандемии будут у мировой экономики. Связаны с инфляцией, а в Америке это колоссальный уровень государственного долга и экономические проблемы. Поэтому Запад, я в принципе думаю, что он выйдет из этого фазового перехода и возможно даже усилится после этого. Но просто ему надо ближайшие 5 лет, вот Америке и Европе надо вот ко минимуму 5 лет для того, чтобы провести структурную перестройку экономики, адаптироваться к шестому технологическому укладу, завершить старый цикл роста, вы вспоминали о циклах Кондратьева длинных, вот как раз очень длинный цикл Кондратьева, который длился несколько десятков лет, завершается, начинается новый цикл, а стыки или, скажем так, линки между циклами всегда происходят через точку кризиса, потому что это рост, падение, потом точка кризиса и потом опять рост. Им надо пройти через эту смычку между этими циклами. И, соответственно, ближайшие 5 лет, плюс еще зеленый переход, нужно же не забывать, они же полностью перестраивают сейчас энергетику. То есть это все равно, что в процессе внутренней структурной перестройки нанести внешний удар. Поэтому они, по большому счету, не готовы сейчас ввязываться в какие-то крупные конфликты. Максимум, на что они способны, это проводить определенные программы сдерживания своих стратегических противников. Вот сдерживать они могут, но переходить в какое-то стратегическое наступление с использованием в том числе и других стран, ну это как бы вряд ли. Поэтому я думаю, что как раз Америка, плюс еще в Америке сейчас будет электоральный цикл. В Европе мы видим крушение центризма, то есть это либо правый марш, либо левый марш идет. Очень сложные процессы, поэтому в ближайшие пять лет они будут говорить, не трогайте нас особо, мы не способны сейчас ввязываться в большие войны. Так что делать нам? Как нам? Какая должна быть модель войны, либо модель переговоров, либо модель холодной войны? Как выйти? Ну хорошо, оборону. Мы можем настроить траншей, хотя это будет очень сложно. Это, во-первых, очень финансово затратная вещь строить, так? Это же техника нужна, это нужен бетон, это нужны заводы соответствующие, цементные. Ну пока первый шаг это переход, наверное, в стратегическую сторону. Хотя здесь опять же нужно быть военным экспертом, я не военный эксперт здесь. Как бы не мог говорить в какую фазу. Я могу оценивать только с точки зрения системного анализа. Как человек, который занимался очень много лет системным анализом, я вижу те внешние проблемы, внутренние проблемы, которые есть. То есть, если так говорить, в наши внутренние проблемы, мы не можем перенаправить наш внутренний ресурс на стратегические цели войны, прежде всего финансовый, и не можем создать адаптивные экономические модели для войны. То есть, по большому счету, у нас модель экономическая вообще упростилась. Это получить международную помощь, купить импортные товары. Ну вот это же просто может быть полная потеря мышечной памяти в экономике. Мы вообще можем разучиться что-либо производить за эти годы. Производственные компетенции просто будут падать. Да, я вижу риски, которые возникают в России в виде того, что у них нужно признать, произошла успешная перестройка экономики под давлением санкций. И здесь просто не нужно бояться признать этого, потому что недооценка противника намного опаснее, чем чуть-чуть переоценить. Потому что недооценка – это всегда катастрофические потери, которые за недооценку нужно будет. Мы не будем недооценивать, но не будем и переоценивать, что нам. Как вот предложение. Вот допустим, предложение. Ну много примеров есть. Вот такая же кабинетная война была в Мольтке. Начальник генштаба прусской армии, когда под седаном была разромлена французская армия. Наполеон III был взят в плен. Это как раз родилась перманентная мобилизация во Франции. Совершенно верно. И возникла концепция вместо кабинета – крикс, фолькс, крикс, так, народная война. Французы сказали, мы не будем сдаваться, новое правительство, всеобщая мобилизация, причем собрали там 2 миллиона человек, но ничем их не обеспечили. И Мольтке уже был готов уничтожить Францию как таковую. Но Бисмарку надо был срочный мир. Почему-то так он скатил быстрее, чтобы Пруссию, скажем так, Пруссия возглавила движение за... Точнее так, решила вопрос объединения немецких земель. И Франция вернулась, скажем так, к своей устойчивости, возвратила свою устойчивость. Но через 5 лет она уже нарастила свой военный потенциал. И уже Мольтке не мог ее уничтожить, как это было... У нас же был Стамбул, Стамбул же тоже был, скажем так, могли бы мы сохранить и все, как сейчас. У нас проблема в том, что у нас... Дождь, Сверху, еще секунду. Потому что некоторые вот западные источники, британский один из чиновников, сказал, что даже серьезные разговоры о том, чтобы перейти на модель партизанского лагеря в Украине, говорит, ну а кто-то посчитал, сколько это будет убыли населения, что это для экономики, которая уже... Партизанская война – это война молодых. Это война, прежде всего, когда избыток молодежи, вот как в Афганистане, когда... И как на Ближнем Востоке, Хамас, Палестина и так далее. И на Ближнем Востоке, Хамас, Палестина. Это когда возраст до 35 лет – это доминирующий. И это в основном партизанская война, это безработная молодежь вот в таких странах, которые просто как бы, ну, у них, получается, они попадают в эту идеологическую как бы систему. Но у нас проблема в том, что у нас дискурс по поводу завершения войны, он не легитимизирован в обществе. Ну да, сразу коллаборант. Да, поэтому мы можем обсуждать только в данном случае инструмент... Мы можем обсуждать, скажем так, с точки зрения системного анализа, соотношение параметров. А дискурс относительно завершения войны, в каком формате это должно пройти, как это... И не хотят политические элиты сбросить себя на референдумы и так далее, но им придется это самостоятельно принять, это решение, и выйти с этим решением к народу. В этом заключается политическая ответственность, потому что политические элиты, они несут политическую ответственность за свой народ в условиях войны. И, соответственно, они должны исходить из принципов человекоцентризма, ценностей человеческой жизни, сохранения нации... И длинной воли государства. Длинной воли государства. Государство долгое должно быть. Да. И сохранение государства, и допущение национальной катастрофы. И понимать одну такую вещь, что в политике, в истории нет, или в военной истории нет окончательных побед и окончательных поражений. Абсолютных побед и абсолютных поражений. Ну, потому что мы с вами обсуждали, что та же Финляндия, если так разобраться, она вела войну за свое будущее, не только тогда, когда воевала с Советским Союзом, но и когда была финляндизация. И завершилась эта цивилизационная победа. Вот буквально... Ну, первая цивилизационная победа в 90-х это вступление в Европейский Союз, вот вторая, вот недавно, вот вступление в наш Союз. Дождались. Да, вот они как бы свой цикл исторически закончили. На этом, скажем так. Поэтому в этом плане политические элиты должны предлагать эти сценарии, они должны их озвучивать, и они должны брать на себя ответственность, потому что самое страшное – это неспособность политических элит взять на себя ответственность за эти решения. А почему? Потому что политические элиты обличены правом формировать эти сценарии. Если эти сценарии будут звучать как частные мнения, это всегда обвинение в чем-то, в каком-то злом умысле, или кто-то там повлиял, или там чьи-то нарративы и так далее. Поэтому в данном случае мы даем как бы анализ, а решение это уже принимать политикам. Они их для этого избрали, они обличены властью для этого. Какое решение они должны принять? Ну тот же Эдвард Лютвак, новое его исследование о кабинетных войнах, так и он сравнивает СВО Путина, это начало кабинетной войны, но в отличие от Бисмарка, он принял решение, пишет Лютвак, на стратегическое уничтожение Украины. На стратегическое. Это означает что? Что не захват территории, а просто уничтожение или существенный подрыв стратегического потенциала страны. Отсюда я так понимаю, задача наша сохранить по возможности то, что еще есть и то, что может называться стратегическим потенциалом страны. Это все, это порты, например, это водные... В первую очередь это люди. Люди, конечно, да. И вот он использует там одну... Вот к чему? Лютвак использует один термин очень интересный. Гемоцит. Что демографическая Украина в стране. Беженцы. Есть такой известный английский историк Адам Туз, я думаю, знаете, да? Он описывает, что это наибольшая волна беженцев за последнее время, украинских, в Европу. Причем больше, чем сирийских беженцев и агганских беженцев, потому что там было растянуто на годы, а здесь буквально в течение одного-полтора года 7, примерно 8 миллионов человек выехало за пределы Украины. А Людвак сюда еще говорит о гемоците, потому что есть еще убыль на фронте. Причем молодые, здоровые, в расцвете сил. И цена чего? Надо еще же понять цена. Цена победы абсолютно, это одна история. Это то, о чем, кстати, Рейха Сокупчан в своей статье говорили о том, что Россия сейчас настраивается на так называемую длинную волю войны. То есть они вот, этот ресурс, они будут расходовать в длинную. Они не будут спешить. Они не будут спешить, и это процесс выгорания страны. Потому что, если посмотреть, что происходит со странами в таком состоянии постоянной войны, в Сирии в 2010 году ВВП был больше, чем в Израиле. У них было 250 миллиардов долларов, в Израиле 230. Сейчас в Израиле это ВВП 450 миллиардов долларов, а в Сирии упало ВВП до 11 миллиардов. Больше, чем в 20 раз сокращение ВВП. Это вот за прошедшие годы войны. То есть это внутреннее выгорание. Это как пожар, который идет внутри здания и не выходит наружу. Внутри все выгорает. Поэтому в данном случае понятно, что это тоже нас сдерживает сейчас от такого падения только внешняя помощь. Если бы не было фактора внешней финансовой помощи, наш ВВП тоже бы катастрофически падал вниз. И люди бы жили сейчас в 2-3 раза хуже. То есть украинцы должны понимать, что нынешний уровень жизни это производная от внешней финансовой помощи. Мы примерно уже в 2 раза минимум скажем так, живем лучше, чем могли бы жить, если бы этой финансовой помощи не было. То есть по тем параметрам войны, которые есть, уровень жизни должен был как минимум в 2 раза упасть. Его просто удерживает на плаву внешняя помощь. Но она тоже не бесконечна. Потому что, в отличие, как я уже сказал, в России принимаются решения нужно-не нужно. На Западе это если бизнес выгодно-не выгодно. А политика это то, что желает электорат. Но в России тоже это выгодно, чтобы на внешней помощи мы теряли свои перспективы, компетенции внутренние, внутреннее производство. Но многие страны в Африке живут за счет внешней помощи. Палестина, пожалуйста. Палестина, там же не работает. Тогда это будет может в модель Палестина. Западный берег, реки Ордан, все. Прекрасная архитектура и клубы и так далее. Но никто же ничего не работает. Потому что международная помощь. Коррупция, правда, высокая. И выборов нет. И выборов нет. В 2000, по-моему, второго года или какого-то. Я уже не помню. Вот и все. Поэтому... А в Хамас там немножко другая история. Но там тоже какой-то производящей экономики нет. Но подпольный ВПК действует. Но проблема в том, что нам даже может и палестинизация не грозит. Только некоторые элементы могут быть. Кстати говоря, между израилизацией и палестинизацией у нас больше рисков палестинизации, а не израилизации на самом-то деле в условиях такой войны. Но палестинизация тоже может не грозить. Почему? Потому что... Ну смотрите, в Палестине там демография. Там же население растет. Там, по-моему... Средний возраст, по-моему, 19-20 лет. Там коэффициент фертильности, который основной демографический показатель, по-моему, где-то 3,5 или 4. Представляете, у нас до войны был 1,1, 1,2, а сейчас упал до 0,7. 0,7, 0,8 это показатель суть так называемых случайных беременностей. То есть, когда просто не планируется. И там есть помощь арабских богатых стран. У меня вопрос. Ключевой может быть. Спонтанно появился. Вот Путин не ведет войну за территорию Украины. Он ведет за стратегическое подчинение Украины. А мы войну за территорию, за территорию что ведем? Вот война выйдет на территориальные границы 91-го года. Вот в этой ситуации, когда мы... И непонятно, когда она закончится. Все говорят, что очень. Это не близкая перспектива. Но ее надо ввести, потому что так заявляет наше военно-политическое руководство и убеждает в этом страны Запада. Так вот, эта война в Украине при всей ее справедливости, народности, праведности, она должна быть за территорией или за украинцев, или за будущее Украины. Не, ну однозначно... Сложный вопрос, да. Мне кажется, что он несложный. Он на самом деле риторический больше, потому что это вопрос во всем мире человекоцентричной экономики. Война должна быть за человека. Каждая человеческая жизнь, она уникальна. И она не стоит абсолютно никаких материальных ресурсов. Поэтому жизнь человека и сохранение нации, недопущение национальной катастрофы должно быть краеугольным камнем нашей внутренней политики. Я когда-то, еще до этой полномасштабной войны, написал статью, в которой резюмировал, что главная задача украинских политических элит не допустить войну судного дня в Украине. Это я написал, по-моему, это был 2019 или 2020 год. Вот это главная задача политических элит не допустить войну судного дня в Украине. А она, к сожалению, произошла. И мы тоже говорили об этом. И на наших... Вы принимали участие постоянно в шоу. И война судного дня происходит. И, кстати говоря, вот вы затронули очень интересную тему. Война, выход на границу 1991 года. Опять же, тут можно перевести на экономические параметры, кратко скажу. Смотрите, Россия в следующем году пик военных расходов 120 миллиардов долларов в 2024 год, это в России. Это же примерно 6% ВВП. То есть не критический показатель. Они могут легко увеличить до 200 миллиардов долларов. Значит, для того, чтобы выйти на границу 1991 года, надо иметь как минимум двукратное превышение военных расходов над российскими. То есть, это надо 400 миллиардов долларов в год. Или, если мы берем 5 лет, как сценарий выхода на границу 1991 года, это 2 триллиона долларов. То есть, вот обращаемся к западным партнерам. У них есть 2 триллиона долларов, чтобы они подписали с нами некие соглашения, что они будут нас финансировать вот на такую сумму. Ну, как пишет Вашингтон пост, когда услышал Ллойд Осин, такой запрос с нашей стороны. Как там написано было, он получил большой глоток или как там? Вдохнул, вдохнул. Второй момент. То, что мы говорим оппозиционная война. В данном случае мы можем формировать оппозиционную войну, исходя из 50% российских военных расходов. То есть, для того, чтобы удерживать противника, не обязательно войти с ним в финансовый паритет. Можно 50% от его финансовых расходов на войну. Это 100 миллиардов долларов примерно в год или 500 миллиардов долларов за 5 лет. Вот тоже к нашим западным партнерам вопрос. Но наши западные партнеры, мы с вами это обсуждали, когда говорили о тегерянской конференции, они до сих пор с нами не подписали даже простой протокол о том, что они не будут вести с Россией сепаратные переговоры. И вот этот принцип ни слова об Украине без Украины, он же нигде в международных соглашениях не зафиксирован. Это только личные обязательства. Но личные обязательства это, ну что, ну вот Джонсон, например, дал личные обязательства. Где он сейчас? Ну так правильно. Тогда же, когда был тегеран, Сталину переизбрания не грозило. Рузвельт переизбрался на четвертый срок. Это же была тоже уникальная ситуация, когда Конгресс принял такое решение. Черчилль тоже не избирался, поэтому все были на местах, как говорится. Здесь уже Джонсона нет, с Байденом мы не знаем, что будет. И как Трамп отнесется к обязательствам Байдена. И ни в одном международном соглашении... А Путин будет? Да. Ни в одном международном соглашении нет тезиса о том, что война будет продолжаться до выхода на границу 1991 года именно в части помощи западных партнеров. То есть, они же нигде это письменно не зафиксировали, что мы будем вам предоставлять всю необходимую помощь, но Украине имеется в виду, пока вы не выйдете на границу 1991 года. Ни в одном международном соглашении этого нет. А это, мне кажется, одна из ключевых, скажем так, недоработок нашей внешней дипломатии. То, что вот этот формат Тегерана-43 только в части взаимодействия с нашими союзниками никто не провел. Ну, вместо Тегерана они нам предложили Рамштайн. Рамштайн. Он должен был перерасти в Тегеран-43, но, кстати, вот этот тезис, который говорил о том, что Америка не готова к широкомасштабной войне, подтверждает то, что Ленд-Лиз так и не заработал. Да. Это говорит о том, что американцы все-таки в конечном счете посчитали, и они поняли, что они пока не вытягивают Ленд-Лиз именно как, даже не финансово, а как элемент вовлечения в большую войну. Потому что Ленд-Лиз это тоже вовлекаешься в большую войну, а потому что наверняка после, если бы этот американский Ленд-Лиз заработал, не исключено, что заработал бы, возможно, пекинский Ленд-Лиз для России. Ну, пока заработал северокорейский Ленд-Лиз. Северокорейский намного меньше. Меньше, конечно. А если бы заработал китайский Ленд-Лиз, это было бы намного... Ну, вот я не знаю, чего Лукашенко ездил в Китай посыльным, почтовым почтальоном. А Лукашенко... И Путин едет в Саудовскую Аравию, в Объединенные Эмираты. А Лукашенко, это, кстати, хороший пример всем нашим политикам, которые рассказывают о том, что Китай для нас не нужен, потому что это союзник, якобы союзник России, и вообще, как бы, Китай пляшет под российскую дудку. И вообще, нам нужно поддерживать Тайвань и чуть ли не послать туда свои войска, потому что с Китаем нам уже никакие отношения не интересны, да? Ну, Леш, ну, тут есть ситуация. Если мы с Китаем, тогда с американцами. Мы тогда... Я считаю, что здесь, как бы, все-таки это политаршире. Почему? Потому что даже Лукашенко играет в эту игру. Я почему Лукашенко вспомнил? Потому что Лукашенко до сих пор президент Беларуси, хотя, в принципе, понятно, что страна находится в зависимости от России, но Путин же, условно говоря, не съел Лукашенко до сих пор. А зачем? И Беларусь не стала российским федеральным округом. А зачем? Ну, в том числе, потому что за Минском стоит и Китай. Ну, не только союзное государство. Ну, союзное государство такое рыхлое образование, рыхлое. Но мне кажется, что значительная часть, почему Лукашенко все-таки сохраняет небольшое это пространство для маневра, это в том числе и пекинский вектор. В том числе, да, но это Запад помог. Если бы Запад не оттолкнул Лукашенко, ну, выборы, есть выборы, да, выборы были и демократичны. Ну, можно же было как-то какое-то компромиссное решение. Ну, поляки там сыграли. Ну, ему сузили У него что, перед, секундочку, в 20-м году, что у него был Помпео был, с Трампом у него были переговоры. Ну, просто если мы еще начнем задираться с Китаем в нашей ситуации, там... Задираться, конечно, нет. Да, и, например, там делать какие-то вещи с Тайванем, как некоторые у нас депутаты... Ну, правильно, вот я хочу как раз вот на этом заострить. Так, вот депутаты начинают как бы критиковать власть уже с как бы самых радикальных... То, что мы говорили, справа, резко справа. Но глупых позиций, что давайте тогда раз уже, чтобы помощь нам давали уже постоянно, мы были союзниками, но в НАТО нас при этом не берут, давайте будем таким ЧВК Запада. Ну, приватной, как там, частной военной компанией Запада. Превратить страну в ЧВК. Да. Или в иностранный легион Запада. Да, иностранный легион. Тайване, в Африке, французам будем помогать, там Тайване против Китая. Это Алексей Гончаренко написал просто. Это, знаете, как вот эта известная фраза, что думали, что дно, а тут еще со дна постучали. А Гончаренко не просто постучал со дна, он как бы пробил земное ядро и вылетел куда-то насквозь из земного шара. У нас же, наверное, настроения такие ходят в этих проблемах политических. На самом деле, это просто показывает о катастрофическом вообще непонимании депутатов реальности, в которой они находятся. Потому что, ну, прежде чем превращать страну в ЧВК, нужно понимать, что средний возраст в некоторых бригадах Украины какой-то говорят, 54-55 лет, 90% мобилизованных людей. Это армия, которая, в принципе, после завершения войны просто разойдется по домам. Она не будет воевать в песках Африки или там на Тайване. Второй момент. Мы находимся в колоссальном демографическом кризисе. Колоссальном демографическом кризисе. Это можно сопоставить, кстати говоря, с историей вот руины, которая была после Бадана Хмельницкого. Если вспомните, во времена Бадана Хмельницкого украинская армия казахская, она была очень большая, была мощная, могла противостоять Польше. То есть это была как бы сила, которая играла очень весомую роль. Крымские татары тогда. Это была сила. Но в результате руины военный потенциал Украины практически обнулился. Уже, например, Северная война, Петра I со шведами, битва под Полтавой. Ни с одной, ни с другой стороны украинские войска не играли практически никакой роли. В 18 век, период российских войн с Османской империей, опять же, какие-то локальные участия, запорожские казаки, были какие-то славные истории, но, скажем так, массового участия, массового вовлечения не было. И только где-то с середины 19 века, это впервые с Крымской войны, украинские солдаты начали активно рекрутироваться в российскую армию. Да, да, совершенно верно. То есть я к чему говорю, что прошло примерно 150 лет, прежде чем восстановился демографический потенциал, а до этого он был практически... Но уже в рамках Российской империи. В рамках Российской империи. 150 лет, но это был первый демографический переход, так называемый. То есть когда в семьях было по 8-10 детей. А Украина, о каком потенциале? Я думаю, что через 10 лет у нас будет вопрос, как свои границы, которые у нас будут к тому времени, защитить, потому что здесь никого не останется. Детей практически не будет, население эмигрирует, то есть у нас будет 25 миллионов человек, из которых 10 миллионов пенсионеров и 5 миллионов детей. Остальные 10 миллионов экономически активного населения. Это в принципе, по таким меркам, это небольшая европейская страна уже. На уровне Сербии почти. 9 миллионов. Да. То есть о каком потенциале, что мы можем после войны на тех людях, которые воевали, мы можем несколько лет воевать по всему миру, наши какие-то частные военные компании. Но опять же, обратите внимание, где происходит эффективное участие частных военных компаний. Там, где за этими частными военными компаниями движется их государство. Даже Россия, да. С корпорациями, коммерческими, с дипломатией, с политическими инструментами влияния, потому что Франц-Африка, иностранный легион, за ним заходят французские компании, которые добывают амуран, нефть, газ, алмазы и так далее. Россия тоже самое. За ними заходят российские компании, российские дипломатические структуры и так далее. Роснефть в Африке. Роснефть или там в Венесуэле, да. А что мы будем, какие наши компании будут двигаться за этими частными военными компаниями? У нас, как вы сказали, банки, финансовые пузыри надувают на депозитах. Какая наша дипломатия, которая сейчас практически, как бы, ну мы видим дипломатию, какая дипломатия, какие государственные структуры будут двигаться? То есть, это просто отдать на аутсорс своих людей, остатки своих людей, просто окончательно, провести окончательную утилизацию населения в этих еще колониальных войнах. Более того, тогда мы полностью проиграем вообще, как бы, войну за умы среди глобального юга. Конечно. Если мы станем иностранным легионом Запада, нас будут ненавидеть... Причем, я так понимаю, предполагается, что всю грязную работу должны будем делать мы. Ну, правильно. Судя по заявлениям. Воевать во Франц-Африка, воевать, значит, на интересах Африки, в интересах Турции, воевать, я так понимаю, против курдов, воевать в Сирии или где-то там воевать на Тайване. Но, я же говорю, нас тогда возненавидят все страны глобального юга от Африки до Латинской Америки. Мы просто тогда станем каким-то жупелом, которым будут пугать вообще мир. То есть, будут показывать, смотрите, это как бы чуть ли не, там, я не знаю, иностранный легион Запада. Это вообще до какого уровня надо докатиться, чтобы такое предлагать. Да. Докатились. Так что, надо пересмотреть все-таки цели войны. Надо все-таки потихоньку, скажем так, снимать вот эту цель нереалистичную территории на момент 91-го года. А главная цель войны, пусть она будет пока не публична, пусть она будет в документах, политических документах или в политическом менталитете, военно-политическом менталитете, сохранить стратегический потенциал Украины. Вот сейчас. Сохраниться. И не допустить худшего сценария. Я думаю, что, во-первых, политические элиты и власть, в первую очередь, она должна легитимизировать какой-то формате этот дискурс по завершению войны. Пусть это будут закрытые экспертные площадки, возможно, это будет какие-то там, не знаю, может быть, и общественные даже какое-то обсуждение. Но это надо легитимизировать, это надо начать. И главное, начинать нужно с того, что сказать, что главное, это сохранить людей. Вот не там квадратный метр земли, а главное, это человек, сохранение человеческих жизней. Вот это надо озвучить. Как только это будет озвучено, это сразу же сместит акценты обсуждения. Но это же не модно, потому что все сейчас на мобилизацию, мобилизация, мобилизация, и начинаются вот эти перетягивания каната. Депутаты предлагают мобилизацию, так вы идите, вы сначала первые пойдите на фронт, а потом уже мы за вами пойдем. И понятно, что это тупиковая ситуация. Но это еще с 19 века, еще с начала геополитики, там и Фридрих Радз или Рудольф Челлен, они говорили как? Они говорили о том, что нация это живой организм, который длится географически. Это не география, которая наполняется непонятно кем, а это именно живой организм, который длится географически. То есть живой организм это люди. То есть если не будет людей, то территория, они тогда, ну что, это пустыня. По большому счету, территория без людей это пустыня. Поэтому прежде всего нужно смещение акцентов. То есть говорить о том, что это человекоцентричная политика должна быть в первую очередь. Вот можно сначала начинать со смещения акцентов, а потом уже и озвучиваем новых приоритетов. Да, потом они уже сами появятся, когда будет доминанта выстроена. Почему? Потому что сейчас выстроена одна доминанта, а если будет выстроена доминанта в виде сохранения нации, как живого организма, нации нужно сохраниться, потому что задача именно сохранения нации, то тогда и под этот доминанту будет выстраиваться инструментарий и все остальное. Ну что, уже подбежали. Час блестящий. Спасибо вам за этот разговор. Я думаю, очень познавательно, профессионально и компетентно были разложены все военно-экономические аспекты, военно-политические аспекты войны. Так скажем, что война – это экономика и политика. Как там говорят, говорят военные даже, что битву выигрывают армии, а войну выигрывают экономики. Поэтому очень познавательно, очень поучительно, мне кажется. И думаю, что на все эти идеи и умозаключения и выводы кому надо обратят внимание в хорошем смысле этого слова. Потому что много и, конечно, бывает и других смотрителей так, надсморщиков, скорее всего. Хорошо. Алексей Кущ говорит и доказывает Карасев. Я думаю, в это время лайков куча. Комментируйте, ставьте вопросы, подписывайтесь на канал. Кстати говоря, читайте и телеграм-канал Алексея Куща. Аналитика Куща. Тоже интересно. Многие идеи, которые там высказывались, они здесь прозвучали. В препарированном таком более варианте. Поэтому завтра у нас Олег Иванович Стариков в 13.00 подчеркиваю, 13.00. Поговорим уже о военно-оперативных аспектах войны, что происходит сегодня на поле боя, к чему готовится Россия и так далее. Ну, а вот, думаю, сегодня прозвучало очень много важных политических выводов. Задача политиков их услышать. На то они и политики, чтобы слышать не только воли народа, но и мнения квалифицированных компетентных экспертов. Таких, как Алексей Кущ. Спасибо. До свидания. Говорит и доказывает Карасев. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok